МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа Крайм Тайм, в студии работает Денис Зимцов. Здравствуйте и смотрите сегодня в нашем выпуске. Отправили в нокаут, за что избили суд исполнителя и как ситуацию прокомментировал сам потерпевший. Двоих мужчин забивали палками и лопатами в центре города. Где это произошло и выжили ли потерпевшие? Пешеход взлетел в воздух. Страшное ДТП произошло в Павлодаре. В каком состоянии пострадавший и как за рулем оказался несовершеннолетний? Воры на стиле. Двое парней украли средства для ухода за волосами из гастронома, подрались с охраной и сбежали. Удалось ли поймать ухоженных грабителей? Талдыкурганские пожарные на руках вынесли троих детей из горящего здания. Пожар произошел вчера вечером в микрорайоне Самал. Верхние этажи пятиэтажки почти полностью заполнило дымом. Люди толпились возле окон ради глотка воздуха. К счастью, огнеборцы прибыли вовремя и эвакуировали жильцов с помощью пожарной лестницы. Из огненного плена спасено шесть человек, трое из них – дети. Всего эвакуировано 43 жителя, в числе которых 17 несовершеннолетних. Еще 52 человека самостоятельно выбежали из своих квартир. Пожар потушили спустя полчаса после. Жертв и пострадавших нет, причина возгорания выясняется. Площадь пожара составила 21 квадратный метр, в квартире номер 60, расположенном на третьем этаже данного дома. Спасенные шесть человек были доставлены в медицинское учреждение в город Талт-Гурган для осмотра и оценки состояния взрыва. В Алматы избили частного судебного исполнителя. Кадры инцидента попали на видео. Два поставленных удара в область печени и незваный гость в нокауте. Все началось с того, что с иском в суд обратились соседи. Они пожаловались на то, что пристройка падала на их жилой дом. Судебный исполнитель Адиль Ермеков вместе с двумя сотрудниками полиции прибыл на место, чтобы выполнить свою работу. Но вместо этого судоисполнитель получил двойку по корпусу. К слову, сейчас он уже оклемался и чувствует себя хорошо. Угроза посадить, прозвучавшая на видео, может быть реализована. Ермеков написал заявление на своего обидчика. Якобы хозяин дома позвал на помощь чемпиона по боксу Жанкоша Турарова. А тот потребовал забрать заявление и грозился избить Адиля Ермекова. Все детали конфликта смотрите сегодня в вечернем выпуске новостей. В социальных сетях рассылают видео, на котором несколько мужчин забивают людей палками. Судя по описанию ролика, инцидент произошел в Актау. На кадрах видно, как посреди улицы несколько человек бьют палками и лопатой двух мужчин, лежащих на земле. Удары наносят с особой жестокостью по голове и телу. В полиции заявили, что драка произошла на бытовой почве. Мужики выпили, поругались и схватились за лопаты. Возбуждено уголовное дело. В Алматинской области грузовик насмерть сбил пенсионерку. Жуткий инцидент произошел в поселке Байсирке. 81-летняя женщина перебегала дорогу в неположенном месте. Водитель успел заметить пешехода в последний момент и нажал по тормозам. Однако было уже слишком поздно. Женщина скончалась на месте. Полиция проводит расследование. Пешехода подбросило в воздух. В Экибастузе произошло жуткое ДТП. Момент аварии попал на видео. Мужчина перебегал дорогу по зебре. В этот момент его буквально снес автомобиль Volkswagen Passat, ехавший на высокой скорости. Пострадавший был госпитализирован в больницу. Позже полицейские выяснили, что за рулем немецкой иномарки находился несовершеннолетний. Начато досудебное расследование. Смертельное ДТП произошло в Алматинской области. Авария случилась на 44-м километре трассы Алматы-Бишкек. 47-летний водитель автомашины Нива врезался в мини-грузовик «Фотон». От удара Ниву выбросило навстречу, где она столкнулась с еще двумя машинами. Удары были настолько сильными, что у Нивы в буквальном смысле снесло крышу. Шансов выжить у водителей не было. Он скончался на месте. Еще два человека пострадали. Начато досудебное расследование. Наркотики по кодовому слову реализовывал продавец алкоголя в Акмолинской области. 39-летний житель пристоличного района длительное время употреблял гашиш, при этом работая продавцом в одном из торговых домов в отделе алкогольной продукции. В какой-то момент он решил объединить свое хобби и работу – избывать наркотики на рабочем месте. К воплощению своей идеи мужчина подошел творчески. Продавал товар только тем, кто называл кодовое слово. Являясь продавцом разливной продукции, кодовое слово выбрал характерное – название бутылочной алкогольной продукции, никогда не продававшейся на разлив. Со стороны все выглядело обыденно, но только те, кто в теме, понимали разницу. Один из таких моментов сбыта – более пяти грамм гашиша – был задокументирован наркополицейскими. В итоге креативного дилера задержали, и теперь его ждет уголовное наказание. Патрульный полицейский автомобиль дотла сгорел в Атырау. Кадры с места происшествия уже появились в социальных сетях. В полиции рассказали, что причиной стало короткое замыкание в проводке. Сотрудник не успел применить огнетушитель, и пламя моментально охватило весь автомобиль. До приезда огнеборцев от машины остался только каркас. К счастью, никто не пострадал. Сотрудник колонии обещал осужденному пронести телефон за 100 тысяч тенге. В Актюбинской области надзирателя учреждения К-168-1 осудили за мошенничество. Суд приговорил его к штрафу в полтора миллиона тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Он договорился с одним из осужденных, что пронесет на территорию тюрьмы мобильный телефон. Такая услуга стоила 100 тысяч тенге. Доверчивый ЗК в итоге перевел деньги на счет коррупционера. Однако тот не сдержал обещания и потратил деньги на собственные нужды. В Тимиртау двое парней обокрали гастроном номер 55. Удивление окружающих вызвало то, что злоумышленники не притронулись к дорогим товарам и не потребовали деньги у кассира. Их мишенью стали средства по уходу за волосами. Схватив несколько флаконов, стильные грабители двинулись к выходу. Однако там их поджидала охрана. Тут же завязалась драка, но любители прилизанных причесок без труда разобрались с кузетом и выбежали из магазина. В социальных сетях уже шутят, что если в городе Металургов вы случайно заметите подозрительные лица с чертовски хорошей укладкой, пожалуйста, сообщите в полицию. Сразу после нас не пропустите итоговый выпуск новостей. Будет интересно. Ну а я с вами прощаюсь. В студии работал Денис Зимцов. До встречи и берегите себя. Денис Зимцов